То есть провалы императора, скорее всего, потому что ресурсы еще в поддержке системы у них есть, они явно демонстрировать этой рынке и внутренней экономике. Что важно, смотрите, как раз вот к вопросу в экономических аргументах. Посмотрите, что происходит в последние времена, падает, например, цена на нефть, вернусь сюда, спред между WTR и Brenton стремительно сужается. Вот, кстати, этот спред рост, например, в тот момент, когда по рынку ходили слухи в восьмом-девятом году, что Китай активно нефть покупает. Поэтому к вопросу о том, что проблема Китая сказывается, существенно сказывается на рынке нефти, вот как бы не нужно далеко ходить. Смотрите на спред, на спред, на бренд, видите, потому что уж точно не американцы продают как бы фьючерсы на Brenton, я вас уверяю, как и на Yurus тоже. Вот и стратегические запасы у них не в этих софтах нефти, а вот китайцы на этих рынках так или иначе присутствуют явно или не явно через их интерес. Это вот любопытный момент, и поэтому проблемы Китая заметны, но они не остры. Это достаточно хорошо видно по тому же Китая. То есть в этом году мы получим, возможно, 7% роста. Следующий момент, если это ниже, мы думаем, не 6%, а так дальше. Стимулов у них еще хватит. А если они преуспеют, чего я не искренне, если честно, желают, сменить свои стратегии роста, там модели роста, или переключиться на сайте зажиточного общества, мы, возможно, увидим гораздо более дорогие, но сейчас побольше. И, если честно, для меня это источник дополнительного оптимизма, в частности того, что действительно, если просадка цен на нефти будет, она не должна быть слишком глубокой, не должна быть слишком длительной. Они упорные люди. Я верю, что они смогут подарить нам еще одно, если не чудо, то, по крайней мере, приятное. А мы сами себе чудо подарили. Ну, можно? Где резервы роста в России-то? Бог с ним с Китая. О, у нас колоссальные резервы роста. Это самое, наверное, интересное тело, но долгое. А может, у нас еще есть минутка таковой... Трудиться, трудиться, если как? Трудиться, трудиться. Повышение производительности труда и снижение сидения в интернете. Я не знаю, собственно. Да, да. Интертизация и повышение производительности труда. Но не обязательно дейнер... Господи, не переваривай. Дейнтернетизация. Да, дейнтернетизация. Да, всей страны. Такие слова проговорились. Так вот, смотрите, в чем дело. Важный момент заключается в следующем. Вот колоссальный ресурс, как бы, увеличения производительности, в моем понимании, не каких-то абстрактных инноваций, не колоссальных госинвестиций, а у каждого на его рабочем месте. Каждый из нас, первое, что он делает, когда приходит на работу, а даже по дороге на работу, должен начать думать. А что, соответственно, мне нужно сегодня сделать? Успею ли я все дела? Могу ли я сделать какие-то дела, если не успеваю, быстрее так, чтобы уложиться в определенные нервы? Да, больше ощущение, что недавно какой-то тренинг личностного роста прошли. Или вот эти сумасшедшие тренинги по управлению временем? Я вас уверяю, как бы, это глубокое убеждение о том, где скрыт колоссальный ресурс оптимизации. Инновация, это что? Это когда ты работаешь над собой. Это вот, как бы, самая неприятная вещь. Работать над собой всем тяжелее всего. Вот те самые инновации, которые, там, многие годы власти призывали в российской экономике, их потенциал огромен на каждом конкретном месте. Если у вас когда-нибудь из экономистов, когда экономика рука, он был проповедником работать. Ну, как бы, смех смехом, но я вас уверяю. Тот потенциал, который здесь скрыт, он невероятен. Вот как бы, смех, смех, но я думаю, ну, о фейсбуке в другой раз у нас передача подошла к концу. Напомню, это был в студии Игорь Виттель и беседовал я с главным экономистом ЭКО-системы Евгением Натушиным. До следующей среды. Спасибо. До свидания. Пойдем. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok